Нет, не к сожалению, а к счастью, мы не занимаемся новостями и не ищем события, они нас находят. Вот взять, к примеру, 1 сентября. И где же пасутся корпоративные телевизоры? Правильно, где светятся депутаты. А нас пригласил отдел пропаганды проубережного ГИБДД в обычную среднюю школу, где нас ждал необычный прием. Нет, это не показуха и не галочки в отчетах. Это постоянная плодотворная работа. И эту школу Господь уберег от тьфу-тьфу-тьфу три раза через левое плечо и постучав под дерево от несчастных случаев с детьми на дороге. И будем надеяться, это правило возьмут на вооружение остальные. Мы же послушаем комментарии, как говорится, на фоне праздника. Город Металлургов устанавливает железные заграждения. Все это помогает предотвратить выход на дорогу первоклассников, бабушек, нерадивых? Конечно, да, это помогает повлиять положительно на ситуацию с аварийностью. Например, в районе 25-й школы были установлены искусственные неровности, лежачие полицейские. Остановка улицы, перекресток улицы Советской Грязнова был, изменено движение. Но тем не менее, как остается по-прежнему, со стороны пешеходов полная недисциплинированность на дороге. И даже вот напротив дома номер 2 по улице Грязнова, где организовано движение, таким образом, как можно больше обезопасить движение пешеходов, посадочная платформа огражена железным ограждением, светофор установлен пешеходный, нанесена разметка, пешеходный переход, зебра. Но тем не менее, там произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребенка 4-х лет, когда бабушка сопровождала своего внука в детский сад и переходила дорогу в неустановленном месте. Вот это ограждение она обходила в неположенном месте, то есть не по пешеходному переходу, а с другой стороны. Хотела сократить себе путь и таким образом чуть не сократила жизнь своему внуку, который выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Ну ладно, пешеходы, водители, все вот страхуются, у кого-то даже каска есть, и кто по кредитам работает, у нас даже была каска. Но тем не менее, случаются неприятности, и вот, допустим, человек застраховался, считает, что ему все выплатят, но отчего он не застраховался? Сколько времени он потратит на банальное несоблюдение правил? Банальное несоблюдение правил дорожного движения, в частности, например, скоростного режима, вылиться ему в неприятности, как ожидание выезда дежурной части на место дорожно-транспортного происшествия, оформление всех документов в ГАИ, потом назначение разбора дорожно-транспортного происшествия в районном отделении ГАИ, опять же, очереди, а потом, конечно, уже оценка автомобиля и ожидание долгожданной выплаты страховой. То есть человек, решив сэкономить минуту, может потерять 2-3 месяца и деньги, кстати, если он еще виноват. Деньги, конечно, и свои моральные издержки в том числе.